здравствуйте меня зовут светлана налетова я рада что вы заглянули на канал сад без секретов август это тот месяц когда мы как правило на южном урале собираем урожай репчатого лука иногда в зависимости от сортов этот период переносится на начало сентября но сейчас у нас стоит очень жаркое и засушливое лето признаться мы садоводы слегка дезориентированы мы не можем понять когда нам собирать урожай и как определить готовы наши растения каким-то поливом подкормкам или уже все необходимо прекращать мы тоже в этом сезоне не понимаем в этом видео я хотела бы вам рассказать как ориентироваться не на календарные сроки в отношении репчатого лука она те сигналы которые подает вам само растение но прежде чем вы начнете смотреть это видео я хотела бы вас попросить поддержать наш канал для этого достаточно подписаться нажать на колокольчик и поставить лайк начну с того что каких-то универсальных строго обозначенных сроков когда мы начинаем прекращать поливы на наших растениях прекращать подкормки убирать урожай лука таких строгих сроков не существует но даже в условиях одного региона в разные годы эти сроки могут сдвигаться допустим если мы будем говорить о поливах лука существует такое мнение что во второй половине лета все поливы лука необходимо прекратить но посмотрите какая у нас стоит засуха растения страдают люди страдают земля просто раскалена и в этих условиях в момент налива луковицы если растение не будет получать достаточное количество влаги это негативно скажется и на размере луковицы и на ее вкусовых качествах поэтому ориентируемся на условия лета если лето дождливое если лето сырое а лишняя влага луку абсолютно ни к чему это приводит гниению это приводит к испорченным урожаем то в дождливое лето конечно приблизительно за месяц до уборки урожая поливы необходимо прекратить а в засушливое лето поливы примерно за месяц до уборки урожая необходимо сократить то есть допустим если на один квадратный метр ваши грядки вы выливали лейку воды то сейчас сокращаем количество влаги вдвое но совсем пересыхать земле мы не позволяем очень многое зависит и от той почвы на которых растет ваше растение если у вас почвы тяжелые глинистые то с поливами нужно быть аккуратнее если почва более песчаные и вода очень быстро уходит то тогда следите за уровнем влажности почвы какие сигналы подает растение репчатый лук его зеленая масса его листья начинают клониться к земле верный знак что ваши поливы вы прекращаете многие садоводы начиная приблизительно с середины июля практикуют такой прием они отгребают от луковиц землю считается что этот прием приводит к тому что луковица на солнце лучше прогревается увеличивается в размерах часть садоводов считает что этот прием абсолютно бесполезен у многих садоводов особенно на легких почвах луковицы так сказать сами выскакивают из земли никакой церемонии вот отгребания земли не требуется но если у вас тяжелые почвы если повторюсь у вас идут дожди то желательно все таки хотя бы немного землю от луковки отгрести подкормки лука как правило большинство садоводов подкармливают свои растения дважды за сезон первый раз когда начинает нарастать зеленая масса когда появляются листья второй раз когда начинает формироваться луковица но есть и третья подкормка проводить ее необходимо в тот момент когда луковица начинает наливаться если говорить о размерах луковицы то приблизительно когда ее диаметр становится 5 сантиметров вы можете провести эту третью подкормку что это за подкормка это калийная подкормка мы можем использовать залу можем использовать сульфат калия любая калийная подкормка на данном этапе приводит к лучшему хранению лука к увеличению размеров самой луковицы и к улучшению вкуса будьте внимательны я хочу подчеркнуть эту важную деталь никаких азотных подкормок во второй половине лета на луке быть не может это касается и органики не забывайте что органика это как правило много азота но и очень важный вопрос когда нам необходимо убирать урожай ориентируемся на наши растения как только на растениях легла зеленая масса легли листья и листья пожелтели вот верный сигнал что ваш лук готов к уборке очевидный сигнал что растения уже готовы к выкопки это и подсыхание кроющих чешуек приобретение ими того цвета который свойственен сорту убираем мы лук желательно конечно сухую солнечную погоду если стоит дождливое лето если идут дожди то желательно приблизительно за неделю до предполагаемой выкопки вашего урожая накрыть его либо полиэтиленовой пленкой либо установить тоги и накинуть на них нетканный материал очень желательно чтобы приблизительно за неделю до уборки урожая лук оставался сухим если по каким-то причинам вы уже не можете так сказать ждать и при этом видите что листья у лука еще не легли то можно использовать два приема первым пользуются более опытные садоводы потому что он требует определенных навыков вы можете с помощью лопаты или с помощью совочка подрезать часть корней у лука второй прием его проделать проще достаточно о основании листьев сам стебель слегка согнуть не отрезать не жестко сломать а так скажем при гнуть но и после того как мы лук собрали сухую солнечную погоду мы можем оставить его прямо на грядке на несколько часов на сутки или двое в зависимости от условий которые стоят в вашем регионе если идут дожди то конечно лук необходимо убрать в какое-то хорошо проветриваемое помещение мы же все хотим чтобы урожай хранился как можно дольше на сохранность лука очень сильно влияет насколько хорошо вы его просушили просушивают лук садоводы разными способами я бы хотела вам показать свой способ который я считаю крайне простым но вместе с тем очень эффективным ну хочу сразу оговориться что у нас в челябинске мы еще не убираем лук я вот пожертвовала одной луковицы чтобы показать вам такое нехитрое устройство пока вот мы на нем высушиваем чеснок в скором времени я сюда буду перемещать свой лук устройство до смешного элементарно это старое основание от стола на который вот у меня муж укрепил вот такую пластиковую сетку делается это буквально это все за пять минут и мы в перевернутом состоянии просовываем перья лука в отверстие ну и так вот укладываем луковку не обязательно чтобы это была сетка такого размера бывают и другие сетки ну сами вы должны понимать что конечно луковица ни в коем случае не должна проваливаться в это отверстие что это дает дело в том что при хранении при высушивании лука в каких-то ящиках или когда вот мы их сваливаем в какие-то кучи кожица шелуха лука неизбежно страдает а это негативно влияет на хранение урожая при таком способе у нас луковицы все находятся на расстоянии друг от друга они не касаются если вдруг попались какие-то больные гнилые они не в состоянии быстро так скажем заразить весь остальной урожай в таком виде лук мы убираем под навес с прямого солнца и подальше от дождя и высушиваем до максимального усыхания листьев после чего мы листья которые уже не нужны луковки удаляем и убираем на хранение в привычное нам место помните что чем тщательнее и внимательнее вы отнесетесь к подготовке лука к сбору урожая к уборке самого урожая и к просушиванию лука тем лучше ваш урожай будет храниться он может храниться до самой весны до марта или даже апреля в зависимости от сорта если вам понравились эти советы ставьте лайки подписывайтесь на канал сад без секретов нажимайте на колокольчик но в комментариях мне очень интересно если вы расскажете какие сорта репчатого лука вы любите выращивать и как хорошо как долго он хранится удачи подписывайтесь на канал